Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и это продолжение урока по Redshift Hair MTL. Первую часть можете посмотреть в подсказке вверху. В прошлом уроке, мы остановились на розовом оттенке и теперь поговорим о черном оттенке для волос. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы еще не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. Итак, чтобы получить такой оттенок, вес для всех параметров оставляем таким же, как и в розовом оттенке. В Internal Reflection выбираем такой цвет. Чисто черный, без примесей. На Diffuse немного светлее и на Transmission еще светлее. Как Вы уже поняли, эти цвета не всегда будут одинаковыми. Кстати, для черных волос я часто делаю такой трюк. Redshift Random Color гружу только в Internal Reflection. И для первого Redshift Hair Random Color копирую оттенок с Diffuse. А для второго, как Вы уже знаете, делаем его чуть-чуть светлее. В итоге получается такая интересная смесь серого и черного. Далее, чтобы получить такой синий оттенок Вам нужно... Во-первых, обязательно всегда менять белый цвет в Primary Reflection на нужный оттенок. Тогда будет получаться более реалистичный эффект. Веса оставляем такими же. И теперь покажу цифровые значения оттенков. Для Internal Reflection делаем такие настройки. А так выглядит Diffuse. В Transmission просто копируем оттенок из Diffuse. И Primary Reflection чуть-чуть светлее и ближе к белому. Затем подключаем Redshift Hair Random Color. И экспериментируем с настройками, чтобы внести разнообразие. В итоге получится такой результат. А можно еще поэкспериментировать с яркостью и насыщенностью. Я надеюсь, что Вам все понятно и не будет сложностей. Ставьте лайк, если все получилось, как у меня. Идем дальше. Поговорим о натуральной блондинке. Вес для Diffuse уменьшаем до 0,2. Для Internal Reflection такой оттенок. Так выглядит Diffuse. И Transmission. Теперь добавим разнообразие с Redshift Hair Random Color. В итоге получился такой результат. Давайте поговорим о том, как получить крашеную блондинку. С ней все просто. Увеличиваем вес для Diffuse до 0,6. И для всех параметров делаем более насыщенный оттенок. Продолжение следует... Добавляем в Datum Hair Random Color. И оттенок добавляем Redshift Hair Random Color. И оттенок добавляем в Datum Hair Random Color. В итоге, получаем такой результат. Идем дальше. А далее я хочу рассказать о седых волосах. Во все слоты загружаем такой оттенок. Почти белый. Вес для Diffuse равен 0.2 И конечно же, если Вы добавите Redshift Hair Random Color, Вы получите немного другой результат. Чтобы получить красный оттенок, делаем такие настройки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для получения рыжего оттенка настраиваем материал таким образом. Редактор субтитров А.Семкин И последнее о чем я хочу рассказать. Самый интересный материал, по моему мнению. Который немного сложнее, чем предыдущие. Это градиентный перелив разных оттенков. Выглядит он таким образом. Но на самом деле, он не такой сложный, как можно сначала показаться. Как Вы уже наверное заметили, я создал mix-карту, в которой смешал две карты Redshift Random Color с помощью карты Redshift Hair Position. Настройки материала выглядят таким образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, на самом деле ничего сложного. Просто меняем градиенты и получаем разные оттенки. Это все, что я хотел рассказать в этом уроке. В следующих уроках поговорим о других материалах. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok